Привет всем любителям шашечной игры! Меня зовут Олег Бурылов. Сегодня я вам расскажу, что такое шашечная нотация и расскажу о строении шашечной доски. Давайте начнем. Шашечная доска состоит из так называемых горизонталей. То есть, это первая горизонталь, видите, цифра 1. Это вторая горизонталь, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая, соответственно. Есть вертикали. Вертикаль, они все обозначены латинскими буквами. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. То есть, А вертикаль, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H. Латинские названия букв. Всего в игре, так скажем, игра проходит на 32 черных клетках. На белых клетках мы не играем, мы играем только на черных полях. И, соответственно, каждое поле имеет название. Сперва называется вертикаль, на которой расположено поле, а затем уже горизонталь. Допустим, вот эта клетка черная называется А1. Вот, допустим, эта клетка Д4. Допустим, эта клетка Ф6 и так далее. То есть, каждая клетка имеет свое название. Вот это и есть так называемая шашечная нотация. Ну, то же самое, что и шахматная. Только в шахматах еще обозначаются фигуры, а у нас только шашки есть. Дамки, то есть, имеют такое же обозначение, что и шашки. То есть, допустим, смотрите, ход. Вот стоит шашка, С3, да? Если она пойдет сюда, то есть, ход обозначается С3, Б4. Или есть еще сокращенная нотация, называется. То есть, С, Б4. То есть, обозначается только вертикаль. В первой, ну, как сказать, в первой нотации, так скажем, С. А уже поле, на которое встала шашка, полностью обозначается Б4. Ну, если, допустим, есть несколько вариантов взятия. Допустим, вот такое положение шашек. То есть, если мы будем сокращенно указывать, допустим, Д на Б4, да? Б4, удар. То есть, это то же самое, Д на Б4. Тут надо уже полностью указывать поле. То есть, Д2 на Б4. Побили. И в шашечной нотации, если ударный ход, то обозначается, ну, как двоеточие обычное. А если тихий ход, тогда обозначается через черточку. Допустим, С3, Д4, допустим. Ну, или сокращенно С, Д4 пошли. Также на шашечной доске есть диагонали. Самая длинная диагональ, вот эта вот, видите? Она называется Большая дорога. То есть, она состоит из восьми клеток. Также есть двойники. Вот это вот две линии. То есть, это нижний двойник, это верхний двойник. То есть, доска всегда располагается по отношению к белым. То есть, вот белые с этой стороны сидят, черные с этой стороны. То есть, это для белых нижний двойник и для черных. А это верхний двойник. Также есть тройники, так называемые. То есть, вот это нижний тройник, это верхний тройник. Это нижний тройничок, это верхний тройничок. И есть так называемый косяк. Вот это вот. Вот эти диагонали. Почему косяк? Потому что они похожи на дверной косяк. Видите? Очень похожи. Ну, в принципе, это на сегодня вся информация, которую я с вами хотел поделиться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Олег Бурылов. До свидания.